Здравствуйте! В эфире информационная программа «Вести» детально в студии Наталья Пухова в начале главной темы выпуска. Сели за партой после каникул, как в Сыдерне прошел День знаний. Микроавтобус сбил девочку. Подробности с улицы Локомобильной в дежурном по городу. Бездомные животные могут оказаться смертельно опасными, даже никого не кусая. Почему, расскажут медики. Губернатор Николай Иванович Меркушкин возглавил рабочую группу по подготовке к заседанию Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Он пройдет в ноябре и будет посвящен подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018. В частности, речь пойдет о развитии футбола в стране в целом и обеспеченности городов с партиейной инфраструктурой. Решение о назначении главы Самарского региона руководителем рабочей группы эксперты связывают прежде всего с огромным опытом губернатора, в том числе по развитию массового и профессионального спорта, как в Республике Мордовия, так и в Самарской области. Так, за три года в регионе были введены в эксплуатацию пять бассейнов, семь стадионов с искусственным футбольным полем и беговыми дорожками, 11 фоков, 127 универсальных площадок, шесть ледовых дворцов. До этого их не строили в губернии более 40 лет. А до конца года в Самаре будет работать уже семь ледовых дворцов. Кроме того, до конца текущего года в губернии появится еще два десятка крупных объектов и более 50 универсальных площадок. Напомним, что Самар является городом-организатором Чемпионата мира. Это решение было принято оргкомитетом также благодаря личным усилиям Николая Ивановича Меркушкина. В июле прошлого года президент России Владимир Путин заложил новый футбольный стадион в Самаре, тем самым дав старт начала подготовки к мундиалю в масштабах страны. В июне 2015 года Самару посетила делегация FIFA и министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, которые высоко оценили ход подготовки к футбольному первенству и назвали Самарскую футбольную арену «жемчужиной будущего чемпионата». Кроме того, по инициативе главы региона в области создается своя футбольная пирамида. От детско-юношеских спортивных школ до профессионального клуба «Крылья Советов». Каникулы закончились, и 22 миллиона школьников и студентов сегодня сели за парты по всей России. Урок безопасности и всероссийский урок мира прошли сегодня у школьников в Сызрине. Но перед этим, конечно же, торжественная линейка, куда отправилась и наша съемочная группа. Первый звонок в этом году прозвенел для 2096 сызранских первоклассников, что по сравнению с 2014 годом больше почти на 230 человек. В числе тех, кто первый раз сядет за парту – Сережа Яндаев. Мама скромник сплакнул и слезу платком сплакнул. Дорогой, учись отлично и веди себя прилично. Родители мальчика наверняка, как и многие, заранее позаботились о том, чтобы к первому классу ребенок имел начальные знания. Мы как бы на подготовительные курсы ходили, как бы подготавливали и дома занимались с ребенком. Мама и папа малышей констатируют – да, современным шкалерам сложнее, но, как говорится, без знаний никуда. И получать их нужно. Тем более, что молодое поколение вполне способно адаптироваться к постоянным новшествам в обучении. Глава администрации Николай Лядин от торжественной линейки в школе номер 4, которая в этом году празднует 40-летний юбилей, привел в пример успех сызранских выпускников. По ЕГЭ, по количеству баллов ЕГЭ, наши школы в целом заняли первое место. Это очень большое достижение, конечно, и учеников, и, естественно, в первую очередь, наверное, преподавателей. Из 674 выпускника у нас почти 600 поступили в высшие учебные заведения. Это 90%. Это очень высокий уровень. Глава администрации и депутации Изранской думы Александр Глебов поздравили школьников с Днем знаний и пожелали хороших результатов в учебе. Лучшим ученикам по итогам прошлого года вручили похвальные листы. А после ребята отправились в Альма-Матер. Сегодня двери были открыты для всех, а вот в ближайшее время попасть внутрь можно будет только минуя турникет. Как нам рассказали, система скоро будет работать и позволит обеспечить дополнительную безопасность. Просто так постороннюю школу не зайдет. Для этого будет необходим специальный пропуск, который выдадут каждому ученику. Информация о том, когда ребенок зашел в школу и вышел, будет приходить родителям в виде СМС-сообщения. В 17-й школе 1 сентября тоже стало двойным праздником и совпало с ее 30-летием. В том, что впереди новая, насыщенная жизнь, первоклассники уверены. Оценки будут ставить. Надо будет все учить, уроки. Учить в 17-й школе умеют. Из ее стен вышло почти 40 медалистов. Нынешние старшеклассники ждут своих побед и не прячут эмоций. Возможно, радость, что 10-й класс. Снова увидели одноклассников. Новые учителя, новые уроки, новая жизнь. Да, немного повзрослели. Это все чувствуется. Поздравить учеников и педагогов с Днем знаний и пожелать им успешного и насыщенного учебного года приехал председатель Сызранской думы Сергей Ананьев. И я хочу сказать, что вот закончив Сызранскую 11-ю школу, когда-то в далеком 77-м году, всю жизнь помнил и вспоминал, учителя дали такие знания, только после стечения времени ты понимаешь, что тебе дали. Порадовали всех присутствующих красочные творческие номера и песни в исполнении детей. Снова что-бы, снова что-бы, я кровь, как первый дайс. Снова что-бы, снова что-бы, я пойду в свой новый дайс. Марина Дмитриева, Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Сергей Инкин. Вести детально. Помнит ли Сызранца своего первого учитель? Вы знаем сегодня из рубрики «Хочу сказать» в финальной части выпуска, а пока мы продолжаем. Большая глушица, Кошкинский район, Нефтегорский и Челновершинский районы. Помимо того, что все они находятся в Самарской области, объединяет их и то, что там выявлены случаи бешенства животных. Где-то уже действует карантин, где-то его установят в ближайшее время. Наш город тоже попал в список мест, где гуляет этот вирус. Ветеринарная служба бьет тревогу. Бешеные лисы идут в город. Они могут покусать человека и домашних животных. Специалисты обнародовали случай в селе Образцовом. Где-то здесь собака в схватке с лисой пыталась задушить ее и могла заразиться бешенством. Укушенную собаку надежно изолировали. Сызранцам рекомендовано привить своих четвероногих питомцев. Медлить с этим, говорят врачи, смерти подобно. Случай покуса произошел 24-го. Обращение произошло 26-го августа. Собака была в экстренном порядке вакцинирована. Но вообще владельцы животных не должны, конечно, вести себя вот так вот беспечно. Обращаться там через день, через два. Нужно, конечно, обращаться сразу же, когда произошел этот случай. С начала года в Сызрине третий раз замечены бешеные лисы. По становлению губернатора наш городской округ признан неблагополучным по бешенству. И с августа до 19 октября введены карантинные ограничения. Ввоз и выезд животных запрещен. Запрещены любые выставки, любая продажа животных. Продажа животных в зоомагазинах тоже запрещена. Ветеринары не случайно бьют тревогу. У бешеного животного повреждена нервная система. Лиса не чувствует усталости, способна переплыть реку, наброситься на ребенка, растерзать кота. Особенно осторожным нужно быть жителям городских окраин. Если укусит вашу собаку, как будете действовать? Вы знаете, во-первых, такого я еще не слышала, чтобы лисы сюда заходили. Ну а во-вторых, это нужно обязательно обратиться к ветеринарному врачу. Подхватить вирус бешенства можно просто приласкав больную жучку или морзика. Самое основное, когда гуляете на улице, то есть если видите бездомных животных, не подходите к ним, не гладьте, потому что все это может передаться через слюну. Когда гуляете с животными, животное держать на привязи, чтобы не было какого-то контакта, чтобы просто не заболеть бешенством, потому что бешенство неизлечимо, оно смертельно. Вирус бешенства вызывает у человека воспаление головного мозга. Единственное спасение от инфекции – своевременная вакцинация. В первые 10 дней после укуса. Анатолий Волошинский, Сергей Инкин. Вести детально. А сейчас пришло время узнать сразу о нескольких новостях за 163 секунды. Губернатор Самарской области посетил Самарский завод «Металист». Сейчас на предприятии работают над модернизацией двигателя для Ту-160. Задачу возобновить производство самого крупного и мощного в истории военной авиации сверхзвукового самолета поставил президент России. В основном завод специализируется на авиационно-космической промышленности. Производят узлы для ракетных двигателей, камеры сгорания для авиационных. Идет работа и по импортозамещению. Предприятию доверили ремонт двигателей для кораблей военно-морского флота России. Ранее это делали на Украине. Я хочу сказать, мы здорово омолодили коллектив. Сегодня, я хочу сказать, он год назад был больше 50 лет, средний год сегодня больше, меньше 45 лет. Молодежь идет. Работа есть? Да, полно. Полно, да. В ходе визита обсуждали и планы по развитию. В Самаре откроется Гагарин-центр. Ведущие ученые будут заниматься передовыми разработками. Завод «Металист», возможно, будет представлен конструкторским бюро. В первенстве футбольной лиги Сызрани по мини-футболу прошел заключительный тур. Матчи последнего игрового дня, проходившие на Сызранских стадионах «Юность» и «Волжанин», принесли следующие результаты. «Ред Сызран Сити» – 10-1, «Лайф Ротор» – 6-1, «Мегаватт Крылья» – 3-5, «Волжанин Волгарь» – 5-3. По итогам чемпионата первым победителем первенства ФЛС в высшей лиге стала команда «Лайф». Команда «Крылья», набравшая, как и «Лайф», 37 очков, по результатам личных встреч уступила чемпиону, став обладателем серебряных наград. Бронзовыми призерами первенства с 35 очками стала команда «Ред». В споре бомбардиров лучшим стал Андрей Федоров из команды «Ред», забивший 27 мячей. Таким образом, летний чемпионат ФЛС подошел к концу, а впереди у футбольной лиги Сызрани планируется сразу два проекта. Это чемпионат ФЛС по мини-футболу «Осень-зима» 2015-2016, а также Кубок чемпионов, состоящий из четырех отборочных турниров и суперфинала. Оба турнира стартуют в октябре. Команды-участницы переберутся с летних площадок в ФОК «Надежда». 2 сентября в рамках стартующего восьмого тура первенства ПФЛ в зоне Урал-Поволжье футбольный клуб «Сызрань-2003» сыграет на выезде с Новотроицкой Ностой. Из девяти матчей, проведенных между этими командами с 2011 года, в рамках первенства ПФЛ «Сызранцы» семь раз праздновали победу. Однажды сыграли в ничью и лишь один раз в прошедшем сезоне оступились в Новотроицке, проиграв хозяевам с минимальным счетом 0-1. В новом сезоне НОСТа стартовала неважно и пока с четырьмя очками остается на предпоследнем девятом месте в нашей зоне. Однако под руководством нового тренера Константина Галкина сумела пробиться в одну шестнадцатую финала Кубка России и увести в прошедшем туре первенства ПФЛ ничью из Ульяновска. Напомню, что у «Сызрань-2003» в активе 12 очков и четвертое место в турнирной таблице «Урал-Поволжье». Как сложатся встречи в Новотроицке, узнаем 2 сентября. Матч пройдет на местном стадионе «Металлург» к началу в 17.00 по самарскому времени. Прямую трансляцию из Новотроицка смотрите на официальном сайте нашей телекомпании ktv.ru Другим темам аналитики популярного сайта по поиску работы составили рейтинг самых нужных на рынке труда профессий. По мнению специалистов всегда будут востребованы охранники. Одна из профессиональных кузнец таких кадров в «Сызране» в этом году отмечает юбилей. Какой повод для гордости есть у ее сотрудников, узнал Максим Попов. Подготовка сотрудников частных охранных структур, помощь бывшим работникам милиции и других силовых структур в получении новых профессий. Ровно 10 лет назад с такой целью создавался учебный центр «Центр охран». И за период 10 лет нами подготовлено более 2,5 тысяч частных охранников, которые работают как в частных охранных структурах, так и в различных службах безопасности. Профессия частных охранников сейчас стала более актуальной, более востребованной. И поэтому подготовка их частных охранников должны проводить специалисты, профессионалы. За прошедшие десятилетия сфера деятельности Центра охраны существенно расширилась. Появилась хорошая материально-техническая база по всем направлениям подготовки специалистов. Профессиональные инструкторы, имеющие высшее образование и специальное образование МВД, проводят подготовку безопасного обращения с оружием. Смотрите на палец. Свободный ход и потом плавно зажимаю. Все. В специализированных классах проходят курсы переподготовки и повышения квалификации частных охранников с последующей сдачей квалификационных экзаменов, необходимой для приобретения правового статуса частного охранника. В процессе обучения каждый на практике может потренироваться на время, одеть защитную каску, бронежилет, обезвредить преступника резиновой дубинкой, а также грамотно заковать нарушитель в наручники. То есть их одевают. Вот рука, к руке поднес одинарной и чуть-чуть надавил. Все. Ну, можно чуть-чуть. Ну, чтобы рука моталась. Вот так. Нельзя зажимать. Зажал, не сдал. Кроме того, с апреля 2013 года Центр охран стал предоставлять свои услуги по организации стрельб на специальном объекте – открытом тире в Губинском карьере. Такой объект, как утверждают организаторы, единственный своего рода в правобережье. Уникальность его состоит в том, что объект безопасен для стрельб, закрыт со всех сторон скалами. А во-вторых, ассортимент оружия, предлагаемого для стрельб, весьма богат. Из огнестрельного – это длинноствольное, гладкоствольное и нарезное оружие. Из метательного – арбалеты, лук, ножи. Мишени тоже самые разные. Как статичные, так и движущиеся. Здесь производится стрельба по тарелочкам, а также по движущимся макетам диких животных – лося и кабана. Перед стрельбами обязателен подробный инструктаж профессионала. На базе Центра ежегодно проводятся различные соревнования. Кроме всего прочего, стрельбище в губенском карьере несет и социальную функцию. Сюда можно приехать всей семьей, отдохнуть на природе и научиться стрелять, если даже никогда оружие в руки не брал. Мамы привозят в своих чат, чтобы приучить к мужскому какому-то занятию. А как мы знаем, что охота и рыбалка – это одно из начальных мужских занятий, так лучше, чем у нас, этому никто не научит. Это все будет происходить профессионально. Свой юбилейный год Центрохран встречает во всеоружии, как в прямом, так и в переносном смысле. О развитии культуры безопасного обращения с оружием, профессионализм выпускников учебных классов и соблюдение гражданами норм закона, касаемых обращения с оружием – это, пожалуй, главный подарок учебному центру к 10-летнему юбилею. Максим Попов, Евгений Щукин. Вести детально. Дальше выпуск продолжит рубрика «Хочу сказать». Дежурный по городу, а также нас ждет знакомство с героем рубрики «Счастье рядом». Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Зинаида Алексеевна, впечатление очень хорошее. Этот человек мне дал знания на всю жизнь. Хорошая, она очень добрая, не строгая. Ну, в меру такой строгий. Конечно, очень благодарна, много нас научила. Спасибо ей большое за все. Наши учителя были очень хорошие. С нами много времени проводили. Но она была и не добрая, и не злая. Она была хорошей. Но кричала на всех, а на меня нет. Замечательная женщина, хороший педагог. Лидия Дмитриевна, по-моему, Ивлева. Поздравляю всех с Новым учебным годом. Здравствуйте. Сегодня дежурный по городу я, Илья Волков. И мы начинаем с происшествия на улице Локомобильная. Здесь, на этой дороге, недалеко от остановки, пассажирским микроавтобусом «Пежо» была сбита девочка. С полученными травмами ребенок был доставлен в больницу. Этот случай продолжил печальную статистику дорожно-транспортных происшествий. Только за вторую половину августа в результате наезда автомобилем в Сызрани погибло уже 6 пешеходов. Среди них один ребенок. К счастью, в очередном ДТП ребенок выжил. Вчера вечером 14-летнюю пострадавшую вертолетом доставили на лечение в Самару. На этом же месте не в первый раз сбивают ребенка. Два года назад практически здесь же была сбита 10-летняя девочка. Тогда она погибла. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. А мы продолжаем. В Сызрани за минувшие выходные было спасено 6 человек на акватории реки Волга. Спасателям поступило два вызова. На первом они спасли пассажиров в тонущей лодке, а на втором у отдыхающих на острове сломалась лодка, и их пришлось доставить на берег. Операция по спасению терпящих бедствий людей заняла не более получаса. По предварительной информации, причиной чрезвычайных происшествий на воде стали неисправность техники и неблагоприятная погода. Также, напоминаю, что 30 августа у одного из Приволжских островов спасатели обнаружили пустую резиновую лодку. Судьба ее хозяина пока остается неизвестной. А на сегодня мое дюжетство закончено. Всего вам доброго. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok В детском доме Олег живет и воспитывается уже давно. Как и любой ребенок, он мечтает о доме и нуждается в родительском тепле и заботе. Если этот ребенок тронул ваше сердце и вы хотите забрать его в семью, вы можете обратиться в Управление по вопросам семьи, материнства и детства по адресу улица Советская, 28 или по телефону 98 54 17. Субтитры создавал DimaTorzok